Всем привет! С вами снова я, Андрей Клыков. Сегодня я расскажу, что на этой неделе обсуждалось в интернете. В центре города огромная куча металлолома. Именно в кучу металлов часы пик и выходные превращается центр города, а именно парковка ТРК Слон. Реально же не подъехать и не выехать. Причем многие авто стоят с утра и до самого вечера. Про занятые места для инвалидов не инвалидами и вообще можно промолчать. Что же будет через год или два? Ведь количество машин продолжает расти и расти, несмотря на постоянно возрастающие цены топлива. Так, один из моих друзей вообще считает, что авто это зло и когда человек не может дойти без машины до магазина, это уже отклонение от нормы. Ладно, если за большими покупками. Да и территорию Слона можно наверняка использовать более разумно, чем для парковки. Хоть ответы на опросы не оправдали ожидания по поводу данной ситуации. Однако большое количество солидарно с этим мнением. На предложение ограничить время парковки, как реализовано в большинстве крупных городов, многие посмеялись и решили, что это не выход. Также было сообщено, что число парковочных мест у Слона увеличится до 600. На сегодня эта цифра 250, но на мой взгляд это лишь временное решение проблемы. Совсем скоро Новый год. А какой Новый год без елки и ледяного городка? Конечно, никакой. Так, за 10 дней до Нового года начали строительство единственного ледяного городка. Привезли живую елку, немного льда и начали строить каркас для будущей горки. Какой же в этом году получится городок? Ведь заявленный бюджет на его строительство 1 миллион рублей. Из них, правда, надо уже вычесть стоимость елки, которая обошлась городу в 135 тысяч рублей. Многих расстраивает тот факт, что у города хватило денег всего на одну елку и все-таки надеются, что городки будут во всех районах города, пусть и не за городские средства. Кто-то из пользователей негодует по срубленной елке, ведь вполне можно было обойтись и искусственной, тем более, что она наверняка есть в наличии. Сколько же построят в этом году городков и какие из них понравятся миассам? Покажет время. В прошедшие выходные на Машгородке прошел очередной митинг защиты лесопосадок. Собралось немало людей, пожелавших оставить свою подпись в резолюции. Собрались, правда, в основном люди в возрасте. Видимо, молодым некогда думать об этом. Так, один из комментариев к данному посту отлично характеризует эту позицию. Что за лес? Опять рубить не дают спокойно. Хочется подметить, что с завидным постоянцем покушаются на территории Машгородка и митинги в основном не играют никакой критичной роли в принятии решения. Все решается, потому что это кому-то нужно. Всем пока! Пишите, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья!